Приветствую зрителей! Предлагаю прокатиться по Архангельскому переулку. Начинается он где-то примерно посередине Сверчкового переулка, а заканчивается выездом на Чистопрудный бульвар. Ближайшая станция метро Чистые пруды. Кому интересно, поехали. Заезжаем со Сверчкового переулка рядом с домом 1, он у нас слева. Дом был построен как доходный в конце 19 века, перестроен в конце 20 века, капитально остались только стены. Справа за забором усадьба начала 19 века. При последнем владельце Саргине использовалась территория усадьбы под гараж и в советское время также использовалась как гараж. Усадьба состоит из трех строений, корпусов. В данный момент она на реконструкции находится. Мы видим задрапированный главный дом усадьбы, а слева дом 3, бывший доходный дом конца 19 века. Ну, более о доме сказать особо нечего. Сейчас мы повернем направо, куда и уходит Архангельский переулок. Уже виден дом 7, строение 1, 1913 год постройки. А слева здесь находится дворик дома 5. Вот так он выглядит. В конце ролика повнимательнее рассмотрим его. Ну, а сейчас справа проезжаем как раз гараж усадьбы Саргина. Ну, и дом 7. Напротив него находится особняк некоего Белоусова. Середина 19 века строения. Здание охраняется. И, скорее всего, административное. Это Архангельский переулок, дом 6, строение 1. Следующий дом 9. Очередной доходный, бывший доходный дом 1911 года постройки. Справа был виден двухэтажный домик. С красного кирпича середины 19 века. Сейчас мы будем его проезжать. Это дом 8, строение 1, кажется. Нежилое здание. Ну, а слева уже виден еще один дом. Это дом 11, дробь 16. Это двор. Между домами 8. Итак, 11 дом. 1932 год постройки. Справа дом 8, дробь 2. Бывший доходный дом Милованово. 1865 год постройки. И слева еще дом 11, дробь 16. Строение 1. Дом начал строиться в 1913 году. Но достраивался уже при советской власти в 1928 году. Ну, а тем временем мы подъехали к перекрестку. Где налево уходит кривоколенный переулок. На право Потаповский переулок. И мы у дома 13, дробь 11. Вот туда Потаповский переулок уходит. Здесь сквер небольшой. Ну, а это дом 13, дробь 11. Изначально двухэтажный. Сейчас мы подъедем к этому дому. Мимо сквера. Вот так выглядит сейчас этот дом. Надстроен он был тремя этажами в 40-е годы прошлого века. Теперь далее слева дом Причта. Феодора Стратилата. Справа особняк, в основе которых находятся палаты 17 века. Дом же Причта был построен в 1827 году. За ним находится храм Феодора Стратилата. 1806 год постройки и 1869. За ним видна меньшинство башни. Это храм Архангела Гавриила. Стратилата, построенного по велению князя Меншикова. На это двор усадьбы. В основе которой палаты 17 века. Мы же объезжаем храм. И подъезжаем к следующему строению. Это дом 17, строение 1. Здание построено благотворительным елизаветинским обществом, как приют. Напротив него дом 12, дробь 8. Изначально одноэтажное здание. Флигель 18 века. Ну а теперь рассмотримся. Общий вид. Всех строений, находящихся здесь. Подъедем, посмотрим. В том числе на Меншикову башню. Которая является собой в том числе колокольдью. Была она и с часами. Часы же на башне были в деревянной ее части. Куда попала молния. И она сгорела. А построена башня была в 1707 году. Ну а вот так башня выглядит. В полный ее рост. Рост, между прочим, 81 метр. Ну и крайний дом слева. Это дом 6, дробь 19. По чистопрудному бульвару. Дом построен в конце 19 века. Как здание правления Курско-Киевской железной дороги. Сейчас в здании находится центральный аппарат Росреестра. Здание было реконструировано в середине 2000-х годов. Далее, как вы поняли, 6-й прудный бульвар. Мы разворачиваемся и едем в обратном направлении. Будем рассматривать с другого ракурса то, что не успели увидеть или плохо рассмотрели. Теперь у нас уже справа бывший дом 19, дробь 6 по Архангельскому переулку. Слева дом 10А, 2004 год постройки. За ним уже будет особняк с палатами 17 века. Еще далее дом Причта справа. 1827 год постройки. Мы его видели и хорошо видели. На это вот усадьба, особняк. А за ним сквер, который не всегда так скучно выглядел. В нем были установлены одно время различные вот такие скульптуры, фигуры. Но почему-то они были убраны. Напротив справа дом 13, дробь 11. Или же второй адрес дом 11, дробь 13 по Кривоколенному переулку. Это тот самый сквер. И два дома. Один из которых слева 1865 год постройки. А справа 1928 год постройки. Но он начинал строиться в 1913 году дом. Из-за известных событий 1917 года дом не был достроен тогда. Далее дом справа 1932 год постройки. Слева по-прежнему бывший доходный дом купца Милованова. Теперь мы приближаемся. Слева строение. Дом 8. Сейчас мы увидим двор между этими восьмыми домами. Вот такой дворик. Ну а дальше. Справа дом 9. Дом 7. Бывшие доходные дома. Мы их видели. Но пожалуй вот седьмой не очень мы хорошо рассмотрели, когда ехали сюда. Сейчас эта оплошность устранена. Напротив административно-офисный особняк. Далее. Слева гараж Саргина. А справа дом 5. Это палаты. Начало 18 века. Далее идет небольшой сквер. Сейчас мы в него заглянем. А прямо дом 3. Который мы видели в начале ролика. Ну вот и дворик этот странный. Заставленный скульптурами пионеров. За ними вдали не то на ограде. Не то на стене дома. Огромная стенгазета. Я бы сказал. Ну или стенды какие-то с фотографиями. И что-то не то история великой страны. Не то невозможно прочитать. Извините. Ну а вот и дом 3. Отсюда мы и выезжаем уже. Из Архангельского переулка. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok